В музее конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП впервые представили фото и видеоматериалы, личные вещи военнослужащих, участников СВО, макеты стрелкового оружия, элементы защитного вооружения и обмундирования, статьи в журналах и газетах, которые рассказывают о подвиге наших бойцов в зоне специальной военной операции и о помощи, оказываемой населением региона фронту. Начали мы со старта газеты «Ульянская правда». И, безусловно, она отражает как раз начало специальной военной операции. Дальше рассказ идет о, безусловно, нашей ульянцев 31-й бригаде, о добровольцах. Здесь же мы можем увидеть и наши сформированные батальоны – Симбирск, Савьяго, Ульянск. Все вы их знаете. Более того, в витрине подлинные предметы бойца, которые непосредственно служат в батальоне Ульянска. Проект Культурного фонда имени Гончарова «Впереди победа» был реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив, став одним из победителей в грантовом спецконкурсе в тематическом направлении «Победа будет за нами». Коллекция выставки формировалась из разных источников. Предметы и документальные материалы передавали семьи военнослужащих, вдовы и матери погибших бойцов, сами участники СВО общественной организации. В витринах есть предметы погибших бойцов – командира группы разведки 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии капитана Олега Еремина, дважды удостоенного Ордена Мужества и Героя России, офицера-десантника гвардии майора Александра Шишкова. Также в сборе материалов для выставки музею оказал помощь Государственный фонд «Защитники Отечества» в Паулияновской области. Патриотическое воспитание во все времена было очень важным фактором, чтобы дети и молодежь знали своих героев, чтили память ушедших. Конечно, это очень важно. Мы тоже приглашаем ветеранов боевых действий в школы, проводим открытые уроки с ветеранами. Также к 23 февраля тоже будем проводить данные мероприятия. Это очень важная выставка, конечно. В дальнейшем передвижную выставку начнут показывать в учебных заведениях муниципальных образований области. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.